Рекламно-информационная программа. Культ поход. Какая же пятница без культ похода на 101.0? Начинается программа прямо сейчас. И приветствуем вас мы, ведущие Николай Голиков. И Владимир Сметанин. Да, и сразу же приветствуем нашу гостью впервые в роли директора Вятского художественного музея имени Васнецовых. У нас сегодня в студии Анна Шакина. Анна Владимировна, добрый день. Добрый день. Добрый день. Удачного дня, хорошего настроения, хорошего эфира, хорошего дебюта. 211-101. Мы, собственно, напоминаем наш номер телефона. Будем задавать вопросы. Будем задавать вопросы. Вы будете на них отвечать. И у нас есть, как всегда, очень длинный список призов, которые вы сможете получить, если ответите правильно. Да. Ну, давайте начнем сразу же разговор о том, что происходит и будет происходить в Вятском художественном музее. Год, как известно, для учреждения, которое вы возглавляете, знаковый, 170-летие со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова. Итак, приступим. И будем приглашать, соответственно, наших слушателей. Да, посетить музей. Да, у нас действительно год богат на выставки, богат на события. И события, которые будут посвящены 170-летию со дня рождения Виктора Михайловича Васнецова, это та тема, которую мы прослеживаем во всех проектах 2018 года. Мне хотелось бы остановиться на альбоме, который вышел уже в начале года, посвященный произведениям коллекции Вятского художественного музея. Наша коллекция насчитывает более 23 тысяч произведений живописи, графики, декоративно-прикладного и народного искусства. В альбом вошли 347 воспроизведений с работами, которые находятся в коллекции, часть из них можно ввести в экспозиции, а часть, к сожалению, недоступна, потому что мы всю коллекцию, вы сами понимаете, показать не можем, а показываем лишь одну 14-ю её часть, можем ввести в экспозицию. И вот альбом как раз это тот подарок нашим жителям, нашим гостям, который показывает различные аспекты нашей коллекции. Над альбомом работали сотрудники музея, курировала проект Ирина Анатольевна Любимова. На мой взгляд, это большая научная работа коллектива, изложенная простым, доступным языком. Поэтому я приглашаю всех в музей посмотреть коллекцию и приобрести подарок, альбом о нашей вот такой значимой коллекции. Я бы ещё как раз хотел добавить, что он ещё и прекрасно издан к тому же. Помимо того, что написан хорошим языком, он прекрасно издан, я тоже его с удовольствием поддержал в руках. Только в музее можно, да, его, собственно, приобрести? Да, пока только в музее. Мы никому не предлагаем его, поэтому вот единственное место эксклюзивное приходите. Большой ли тираж? Тираж небольшой. У нас 800 экземпляров, поэтому... То есть, в принципе, надо бы поторопиться. Надо бы поторопиться, потому что на презентации... Как говорят, кто медленно ходит, тем пора выходить. Да, на презентации он пользовался популярностью, и у нас приобрели с презентации только где-то около 12 альбомов. Поэтому, сами видите, пользуется популярностью. И тем более у нас праздники здесь. Он того стоит, безусловно. Ну и, конечно, хотелось бы остановиться на больших крупных проектах. Начну с тех, которые будут предоставлены нашим зрителям в ближайшее время. Это 16 февраля открывается выставка Ленинградской школы живописи и коллекции перемен. Это выставка и собрание музейно-выставочного проекта Центра петербургских художников. И покажем мы на этой выставке около 58 работ художников, расцвет творчества которых пришелся на несколько послевоенных десятилетий. Анна Владимировна, вот это название коллекции перемен, оно вот такое вот оттуда пришло, из Питера, или это вот вы его придумывали? Нет, это проект, который уже показывается второй год. И за два года существования он был показан в Скове, Торжке, Твери, Владимире, Минске, Пензе, Москве, Иваново. И вот в этом месяце... Откуда такое вот название? Что как бы вот? Ленинградская школа, да? Да, Ленинградская школа, мы сами знаем, что это школа, которая была еще с 18 века. Это Санкт-Петербургская академия живописи и воянеизучества. В 20-е годы после революции это стал Ленинградский институт живописи и скульптуры и архитектуры имени Репина, которое окончили очень многие художники, чьи имена нам известны, ну, Мельников, Моисенко, которые закончили и преподавали в этой школе. Эта школа всегда славилась классическим мастерством, тонкой живописью. То есть это классика, этот институт, который диктовал, ну, скажем так, художественную культуру всей нашей страны. — Законодатель такой, да? — Да, да, да. И вот на выставке показываются работы художников, которые жили и работали в послевоенное время, в послевоенные десятилетия, 50-е, 60-е годы. И в 60-е годы мы с вами сами знаем, что это время перемен. И я думаю, что именно оттуда идет название коллекции перемен. Будут представлены очень известные знаковые имена. Это Вячеслав Набатов, Николай Галахов, Александр Романовичев, Леонид Фокин, Виктор Коровин и другие крупные авторы Ленинградской школы. Тематика работ будет достаточно широкая. Это будут в том числе и работы на послевоенную тематику. Страна росла, страна развивалась. Это все отражалось и в творчестве художников. Будут показаны этюды, эскизы. То есть такая вот очень широкая, интересная, на мой взгляд, выставка, которую мы дополним произведениями из своей коллекции. Что это будет? Произведения из нашей коллекции. Это будут в основном живописные работы. Тоже той же школы, да? Конечно. Раз мы дополняем, мы не идем в разрез концепции выставки, мы как раз говорим о той тематике и о той школе, которая будет показана на выставке. Вот это тот большой, интересный проект, который мы покажем в ближайшее время. 16 февраля, это у нас следующая пятница. Да. То есть скоро уже. Дерезинделью как раз. А 21 февраля в выставочном зале Ветского художественного музея мы планируем открыть выставку Ветского регионального отделения Союза художников России. Это будет областная выставка, отчетная. Этот год, опять же, знаковый. Это такая уже традиционная, ежегодная выставка, да? Ну, она не ежегодная, но она периодическая, скажем так. Периодическая, да, точнее сказать. Вот. Но этот год, он знаковый для Союза художников, для именно нашего отделения, потому что один раз в пять лет проходит региональная выставка, зональная выставка она раньше называлась. И это такой, знаете, Олимпийский игр для художников. То есть раз в пять лет они объединяются зоны и показывают свои достижения, лучшие достижения. Поэтому областная выставка этого года — это некий отбор, такая стартовая площадка для зональной выставки. Зональная когда будет? Зональная будет в сентябре в Мурманске. Ого. Вот. Поэтому вы сами понимаете. Для художников очень ответственное время наступает. Поэтому я считаю, что работы будут представлены сильные. Опять же, будет картина представлена все-таки. Будут представлены все виды, все жанры. И вот поэтому 21 числа, пожалуйста, к нам в гости на выставочный зал Вятского художественного музея, на эту выставку. Карла Липнефта, соответственно. Карла Липнефта, 71, да. Мне еще хотелось бы сказать, что на выставке мы предполагаем встречи с художниками, мастер-классы. План вот этих встреч будет заранее распространяться, поэтому все желающие могут записаться и встретиться, поговорить с художниками об их творчестве. Ну, это можно будет найти, наверное, на сайте музея у вас, да? На сайте музея. Ну, так довольно активно ведется. У вас там интересно смотреть всегда. Да, да, да. Мы стараемся. Хорошо работает сайт у вас очень. Мы стараемся. Спасибо. И в дальнейшем, буквально на днях, на нас вышли молодые люди и сказали о том, что они могут привезти к нам выставку, которая сейчас экспонируется в Нижегородском художественном музее. Это уникальная выставка из частной коллекции, которая рассказывает о творчестве западноевропейских художников 16-18 веков. Это живопись, графика, декоративно-прикладное искусство, декоративно-прикладного искусства. Очень интересно показывается изделие из кости. И вот сейчас мы ведем... 16-18 веков. 18-го, да, века западноевропейского. Вот сейчас мы ведем переговоры. Вроде бы нам сказали, да. Приходите, выставка правда красивая. То, что мы видим на сайте Нижегородского музея. Это достаточно интересно, уникально. И мы видим, что выставка пользуется спросом в Нижнем Новгороде. Я думаю, что у нас будет то же самое, потому что западноевропейское искусство мы не показывали уже достаточно давно. И здесь действительно очень высокий уровень. Хотелось бы мне остановиться еще и на тех проектах, которые будут в дальнейшем. И один из таких больших проектов, который планируется осенью, который мы назвали «Виктор Васнецов и эпоха», в котором будут представлены произведения из коллекции нашего художественного музея. Мы планируем, что примут участие наши архивы в этой выставке. И, конечно же, то, что долгожданно и мы ждем, и ждут жители Кировской области, это произведения из Государственной Третьяковской галереи. То есть договоренность вы расстегли все-таки? Насколько я знаю, там идут пока еще беседы. Да, ну, по крайней мере, у нас получено согласие о том, что нам предоставят произведение. Сейчас обговариваются детали транспортировки, страховки, ну и так далее, кто приедет. Уже такие вот подробные идут переговоры. И мы долго думали, какая будет концепция выставки. Все-таки решили, что художник вне времени — это не художник. Надо показывать круг его общения, его становления, его взаимодействие с различными художниками, с друзьями. Поэтому это будет такая, может быть, даже культурологическая выставка по своей концепции. Но она будет очень интересна. Она будет представлена в Зале Советского Искусства, займет всю вот эту большую площадку. И поэтому... Мы можем сейчас уже сказать, что за работа Виктора Михайловича будет у нас здесь? Нет, я думаю, что да. Мы пока сохраним это, да, втайне, потому что... Да на всякий случай, чтобы не сглазить просто, да? Ну, действительно, есть такая, как бы, вы знаете, осторожность некая пока, потому что есть там моменты сложные. Поэтому давайте подождем. Когда будет ясно уже? Будет ясно, я думаю, что через два месяца, когда мы договоримся о суммах страховки, перевозки. Ну, мы понимаем, да, что это довольно непростые все процессы, и там большие суммы и так далее. Да, непростой момент. И, конечно же, будут продолжены традиционные проекты. Мы продолжаем сотрудничество с Вятскими. Владимир, мы еще успеем об этом досказать, просто пора сделать небольшую паузу. Пауза, пауза, по графику. Да, первый круг вопросов, собственно, озвучить. Так что время у нас еще будет для того, чтобы поговорить о деятельности Вятского художественного музея. Культ похода. Киноквартира 16+. Думаю, про этот спектакль говорить никому ничего не надо, он идет давно и с огромным успехом. Воскресенье 11 февраля. Все можно или как прожить без взрослых. Это будет в 11 часов утра, это уже детский спектакль, соответственно, ограничение 6+. 6+. Театр Наспадской у нас есть 3 марта в 18.00. Гудбай, Берлин. Ограничение 16+. Что это такое? Это классическая история взросления, роуд-муви. Опасное путешествие, финал которого непредсказуем, потому что в конечном счете это путешествие не только по своей стране, сколько по тайным тропам сердца, путь к себе, к настоящему, и возможность себя узнать и принять, и так далее, и так далее. Об этом спектакле меня однократно говорили в этом эфире, так сказать. Встречались и с режиссером, и с одним из авторов, с немцем, так сказать. Помнишь, у нас приходил такой немецкий товарищ, от которого мы узнали хорошее немецкое слово. «Яйн». Ну, хороший товарищ. Хороший. Нам понравилось, да. Театр Кукол. В рамках фестиваля «Семь историй о любви» мы вас можем отправить 14 февраля в 6 часов вечера на «Загадки Турандут». У нас, как всегда, много книг. Книги от магазина «Читай город». Это «Люди мира. Русское научное зарубежье» под редакцией Дмитрия Баюка. Очень такое классное издание. Мне понравилось, да? Такое оформление хорошее. Нравится мне этот стиль. В книге исследовано судьбы более 30 российских ученых по разным причинам, выехавших за рубеж в разное время. То есть, ну, всем, кто интересуется и наукой, да вообще просто вот историей жизни знаменитых людей. Просто прекрасный сборник таких вот вещей. Потом очень книжка с классным названием. Просто она мне очень дорого. Брежнев. Исторически, да. Город Брежнев. Город Брежнев. Мало, кто сейчас помнит, что был такой город у нас на карте. Недолго, правда, да. Брежнев, а не Брежневск. Да, именно город Брежнев. Это сейчас набережная Челны. Они были до и после. Ну, вот какое-то время это был город Брежнев. И была футбольная команда Турбина Брежнев. Всех это очень веселило. Турбина Брежнев. Это Турбина Брежнев, да. Шамиль Идиатуллин. События книги это относятся к 80-м годам, когда еще были талоны, ленинские зачет, партсобрания, были драки, беспределы насилия. Но было и радостное восприятие жизни, надежда, дружба, а главное вера в то, что мы, наверное, что-нибудь придумаем. 18+. Да, Павел Басинский. В очередной раз я презентую вам эту книгу. Посмотрите на меня. Тайная история Лизы Дьяконовой, да. Книга посвящена, собственно, Лизе Дьяконовой, автору знаменитого дневника «Русская женщина» и активистке, зарождающегося в России женского движения, которое погибло, к сожалению, при загадочных обстоятельствах. 16+. Ну, эти книги можно купить в магазинах именно «Читай город», которые находятся в торговом центре театра и в торговом центре Крым. Еще одна у нас книга, она не от этого магазина, но она по-своему уникальна. Это книга Инны Метельской, Шереметьевой и Сусанны Никитиной Юнблюд «Друг познается в еде» с автографией авторов. Да, уникальная вещь, да. В «Галерею прогресса» вы тоже можете сходить. Во-первых, на фотовыставку «Материнство в дикой природе». Просто замечательно. Либо можете попасть на кинопоказ 14 февраля «Лучшие итальянские короткометражки о любви 16+.» Это уникальное мероприятие. Программа – это семь самых ярких итальянских коротких мелодрам, комедии, победителей разных итальянских кинофестивалей. Короче, очень интересная программа, я думаю, посмотреть обязательно стоит. Продолжается наш совместный проект с кинотеатром «Колизей». Называется это все «Арт-зал», в рамках которого мы собираемся на закрытые предпоказы фильмов не блокбастеров, авторского кино. Не ужастиков, такие авторские фильмы, фестивальные фильмы. В этот раз у нас будет один из претендентов на главный «Оскар», то есть «Лучшая актриса» и «За лучший фильм». Это фильм «Секретное досье». С Мэрил Стрип и Том Хэнкс. 16 февраля, в 19.00 это будет просмотр. Мы можем, так сказать... Собираем мы компанию из 40 человек, вот вы можете влиться. 41 тысячи человек, а 41 кресло в этом зале уютном. Так, дальше призы от нашей гости, Анны Шакиной, от Вятского художественного музея. Вы можете попасть на выставку «Виктор Васнецов» в Абрамцеве, 0+. На выставку «Каменная сказка» вы можете попасть тоже в этом музее. Также мы разыгрываем еще пригласительные, у нас остались с дневного разворота, конференции. Для тех, кто неравнодушен к облику нашего города, к его архитектуре. К тенденциям в этом отношении. Вы можете пойти на эту выставку 15 февраля. Она будет в четверг, на следующей неделе. Называется это все «Эволюция блокчейна в девелопменте, развитие архитектуры и инвестиционной привлекательности Кировской области». Фу, можно выдохнуть. Вот такой вот список. Анна Владимировна, вам задавать вопрос нашим слушателям. 211-101, напоминаю. Первый вопрос, он достаточно простой. Имена каких русских художников носит Вятский художественный музей? И почему? Я не желал такого простого вопроса. Понимаешь, в этом простом вопросе есть подвох. А почему? А вот так вот. Вот ты ответишь на нет. 211-101, всталай, ждем ваших звонков. Их двое, насколько я помню, этих художников. Более того, они, похоже, еще и родственники. Они родственники еще. Я думаю, на первую часть вопроса желающих ответить. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Михаил. Михаил. Ну вот имена каких художников, значит, от музея? Виктора и Аполлинария и Коснецова. А вторая часть вопроса. А почему? А вот на вторую, я не знаю, ответ. Ну давайте вместе подумаем. Может быть, придет какая-то такая здоровая мысел. Почему вы думаете? Может быть, они непосредственные отношения имеют к Вятской земле? Ну я, нет, непосредственно отношения к Вятской земле имеют, да. Конечно, они родились в поселок Рябово. Ну нет, один-то все-таки в Рябово, а другой, который старше, он в другом населенном поле родился. Ну, по крайней мере, как бы вы полагаете, что музей называется так, потому что это наши земляки, да? Я правильно вас понял? Да, да, правильно. Анна Владимировна, устроит ли вас такой ответ? Скажите, пожалуйста, ну вы правильно ответили на первую часть Виктора Аполлинария и Коснецова, они наши художники-земляки. А вот такой наводящий вопрос. А что они сделали для нашего музея? Что они такого сделали для музея? Почему музей носит именно их имя? Тут, наверное, надо помнить, что музей это уже очень много лет. Да, он основан в 1910 году. Ну, я думаю, что, наверное, тогда они, может, выставляли свои произведения. Хорошо. Как художники-земляки, как патриоты своей родины. Как вы думали, что они сделали для музея, кроме того, что они выставляли произведения? Действительно, они выставляли свои произведения? Была отражена природа нашего авиатского края. Может быть так? Это, конечно, тоже. Ну, ладно, я думаю, мы зачтем ответ, как правильный, безусловно. Да, как правильный. Но это еще и основатели музея. Вот. Это одни из основателей музея, да. Там была создана группа, собственно. Да, авиатский художественный кружок работал. Ну, тем не менее, ответ признан правильным. Давайте выбирать приз. Приз. Кино нет, да? Да, есть. Кино есть. Закрытый показ. 16 февраля секретное досье. Михаил, не задерживайтесь. Да, хорошо. Пойдете. Все, не кладите, пожалуйста, трубку. Наш редактор вам объяснит, как этот приз получить. Что, собственно, нужно сделать для того, чтобы попасть на этот закрытый показ секретного досье. Далее движемся. Николай, да. Ну, меня, видишь, получилось так, что мой листочек с вопросами пропал. Придется вспоминать. Я-то, как всегда, исхожу из того, что сегодня 9 февраля, да. Ну, сегодня, во-первых, Всемирный день стоматолога. Такой классный праздник, да. Сегодня в России празднуют День гражданской авиации, да. В культурной жизни я посмотрел, оказывается, сегодня день рождения стриптиза. Есть такой вид, скажем так, искусства, да, в том числе. Ну, вот наткнулся на другую дату, может быть, не такую веселую. Но, тем не менее, это было давно, 9 февраля 1981 года ушел из жизни Билл Хейли. Это один из самых, так сказать, первых исполнителей музыки, которую я люблю, то есть рок-н-ролла. И поэтому сегодня будет звучать немножко мелодия Билла Хейли, которую в том числе он сам сочинял. И мои вопросы будут посвящены ему. Первый вопрос, вот первый фрагмент попрошу Дениса включить. Эта песенка впервые прозвучала, если мне не изменяет память, в 51-м году, когда слова рок-н-ролл еще просто не было. Ну, вот была такая песня и все. Но стилистика уже возникла вот этого исполнителя, вот с этим, знаете, вот таким коком на голове, вот с этим, с такой, с кудряшечкой здесь, да. Это все позже стало как бы модным таким. А в тот момент дело в том, что у Билла Хейли был определенный физический недостаток. Ему приходилось вот эту себе завитушку, эту кудряшечку, да, на лоб делать именно потому, что у него был этот недостаток. Так вопрос такой, что он скрывал этим своим, вот этим вот, челочкой такой своей, завитушечкой, да. И три варианта ответа. У него было родимое пятно на этом месте. Он был слеп на один глаз. Или у него был просто нервный тик. Вот зачем он себе это сделал, вот эту самую завитушечку. Сейчас внимательно разглядываю фотографию Ульяна Джона Клифтона Хейли. Пытаюсь понять, что же он там скрывает. Ну, вот три варианта. Один из них правильный. То есть у него там было родимое пятно, он был слепой на один глаз, или у него просто был нервный тик. Вот кто-то здесь получит наш приз. 21-101. А, кстати, знатоки, оказывается, есть. Добрый день, рок-н-ролл и творчество. Здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Александр. Предположим, родимое пятно. Ну, мы первый ответ всегда, когда он неправильный, не зачитываем. Даю вам еще один вариант. Он был слеп на один глаз, или у него был нервный тик? Нервный тик. Вот следующий получит наш приз. Вы, к сожалению, не выдали. Александр, не можем отходить от нашего правила. Давай слушателям. Два. Да, поэтому вот следующий человек, который нам позвонит, он просто практически автоматом получит приз. Но, правда, для этого придется вспомнить, какой был вопрос и какой ответ. То есть, современным русским языком, выражаясь, он был человеком с ограниченными возможностями. Да. Ну, тут же есть желающий исправить оплошность предыдущего нашего слушателя. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Елена. Елена. Вот скажите ваш ответ. Он был слеп на один глаз. Совершенно верно. Так получилось, что в детстве ему сделали операцию глазную. Она была неудачной. Он на ней глазом не видел. И чтобы вот эту вот дисфункцию глазную скрывать, он просто закрывал ее вот этим вот. Вы совершенно правильно ответили. Что вы хотите получить? На Зойкину квартиру. На Зойкину квартиру. На Зойкину квартиру. Хорошо. Завтра, 10 февраля в 17.00. Не кладите трубочку. Вам объяснят, как получить билет. Да. Володь, твоя очередь, да? Ну, у меня сегодня творческое задание. Мне очень нравится. Я думаю, всем нам нравится, когда наши слушатели звонят и поют. Сегодня день гражданской авиации, упомянутой недавно Николаем. То есть, авиация, которая не несет на своем борту всевозможное вооружение, которое перевозит пассажиров, обычных авиапассажиров. Песню будем пить. Огромное количество композиций, связанных с небом, с пилотами, со стюардессами. Вот уже подсказывали. Не подсказывай так, ты уж совсем. Да. Вот такая замечательная профессия. Дозвонитесь и исполните нам отрывочек «Припев куплет. Действительно 11.00». Сзади как раз до стюардесса нужная, как весь гражданский флот. Да, да, да. Огромное количество композиций, огромное количество авторов, композиторов и поэтов-песенников посвятили свои произведениями на этой теме. Ну что, давайте петь. Как вас зовут? Александр. Александр. О, вы только что звонили. Да, да, да. Потому, потому что мы пилоты. Небо наш, небо наш родимый дом. Первым делом, первым делом самолеты. Ну, а девушки, а девушки потом. Ну, это не совсем гражданская авиация, да, насколько я помню? Ну, тем не менее. Ну, там и фильм-то был «Небесный тихоход», насколько я помню. Да, там самолетики-то были такие не сильно военные. Ну, Александр, давай, теперь у вас уже законная возможность есть выбрать. На Васнецова. На Васнецова. Виктор Васнецов в Абрамцеве, вы имеете в виду, да? Да, да, да. Отлично. Все, этот билет ваш, не кладите трубочку, вам расскажут, как его получить. Мы сейчас быстро на рекламу. Напоминаем, что в нашей студии Анна Шакина, директор авиатского художественного музея имени Васнецова, Анне Владимировне, еще есть что рассказать о мероприятиях музея. Так что скоро вернемся. Культ поход. Ну, и сходу предлагаю Анне Владимировне продолжить рассказывать. Как раз начали уже проекты, как говорит музей. Традиционных проектах, да, мы хотели еще сказать. Традиционных, которые, может быть, даже планируются еще. Да, мне бы хотелось сказать, что у музея очень много партнеров, много друзей. И это, безусловно, достигается работой сотрудников и коллекции. Коллекция очень востребована на различных выставках. Вот сейчас была фондовая закупочная комиссия. Мы рассматривали выдачу произведения Сурикова, этюд, картине Боярыни Морозова. На выставку, которая планируется в Ватикане в 2019 году под патронажем президента. То есть наша коллекция значима, и наши работы берут вот на такие крупные выставки. Также в 2018 году планируется крупная выставка Исаака Ильича Левитана, на которую тоже просят произведения из нашей коллекции. Это вот несколько слов о коллекции, о партнерах. Мы, безусловно, работаем с Ветским региональным отделением Союза художников России. И одна из интересных выставок, которая в ближайшее время, в апреле, откроется в Ветском художественном музее, в мраморном зале, который называется «Балина и сказка в глине и красках». Это живопись, графика, декоративно-прикладное народное искусство из фондов музея, из мастерских художников. Что бы мне хотелось сказать об этой выставке? Здесь будет показана большая ретроспекция произведений мастерицы дымковской игрушки. За последние десятилетия, наверное, такая крупная первая выставка, когда мы обновим коллекцию начала XX века и покажем, как работают мастерицы сегодня. Начало XXI века. Начало XXI века, да. Вот такой большой, скажем так, пласт времени. Очень много мастериц. Я не буду напоминать, что коллекция нашего музея самая лучшая в мире. В России она самая большая, самая, скажем так, исторически древняя и самая интересная, потому что представлены различные аспекты творчества мастериц дымковской игрушки. Поэтому вот это действительно будет сказка в глине и красках. Поэтому приходите, посмотрите. Это в апреле, да? Это в апреле месяце. Это скоро уже? Это уже совсем скоро. А так, кроме такой большой, крупной выставки, будут представлены персональные выставки. Это выставка юбилейная Николая Александровича Жолобова, Нелли Полны Зубаревой. Выставка Дмитрия Николаевича Сенникова. Ну и планируется в конце года персональная выставка заслуженного художника Российской Федерации. Это Владимир Евгеньевич Емулина. Кроме того, планируется у нас, конечно же, традиционный Воснецовский пленэр. Воснецовский пленэр, так как все-таки год юбилейный, я уже говорила, к 170-летию Виктора Михайловича Воснецова, мы хотим пригласить известных крупных художников из Москвы и Санкт-Петербурга, художников-академиков, которые будут работать у нас в Ржоме, покажут красоту нашей земли, нашей природы, людей, которые на ней живут и работают. И благодаря тому, что они будут участвовать в нашем пленэре, опять же, наш любимый Ветский художественный музей имени братьев Воснецовых, получат в подарок условия. — Пополнит свою коллекцию. — Пополнит свою коллекцию, получат вот такие произведения, таких, в общем-то, известных художников. — Именитых художников, да. — Да, в свою коллекцию, что, к сожалению, мы сейчас можем делать большим трудом, а Воснецовский пленэр — это вот одна из таких редчайших возможностей пополнить нашу коллекцию. Ну и еще, если говорить о наших партнерах, это Вятская торговая промышленная палата, которая с 1 марта открывает выставку, юбилейную фотовыставку, называется «Персоны». Это работы, которые рассказывают о сотрудничестве Вятской торговой промышленной палаты за все годы ее существования. — А ей 25 лет в этом году. — А ей 25 лет. Поэтому вот еще один повод собраться в нашем музее, посмотреть выставку. И мы, конечно, благодарны нашим партнерам, которые идут нам навстречу, которые помогают нам делать такие интересные выставки. Нестандартная выставка. Я все-таки говорила о тех выставках, к которым мы уже привыкли. Но у нас существует такой проект «Артволл». Он в этом году также посвящен 170-летию Виктора Михайловича Воснецова. И в экстерьере мраморного здания при поддержке Сбербанка будут показаны произведения Виктора Михайловича Воснецова из нашей коллекции. То есть мы выходим на улицы города и вот таким образом работаем с коллекцией нашего музея. Кроме того, 18 мая пройдет, как обычно уже традиционно, ночь музеев. И в эту ночь мы покажем проект «Вятка глазами художников», который реализуется благодаря гранту благотворительного фонда Потанина. Когда мы покажем арт-объекты на улицах города в различных точках. Сейчас идет как раз согласование заключительное. Где будут представлены работы из фонда Фиатского художественного музея. Но если подойти и навести телефон, то там появится несколько изображений именно с этого места. Например, Александр-Невский собор. Всем известно, что очень многие художники, чьи работы есть в нашей коллекции, обращались именно к этому месту в различное время, в различные десятилетия. И вот такая вот ретроспекция этих художников будет показана на этом арт-объекте. То есть можно подойти вот к тому месту, где он был? Да. То есть к филармонии? Да. Но мы планируем, что это все-таки где-то будет на месте филармонии. Также мы покажем Трифонов монастырь, ансамбль Трифонов монастыря. Вот сейчас в епархии ведутся переговоры, где нам там установить этот арт-объект. То есть это будет некий путеводитель, но это уже связано с туризмом. Но тем не менее коллекция выходит за пределы музея вот таким вот образом. Это очень интересный проект. 18 мая мы его покажем, я надеюсь, в полном объеме. Но я думаю, что ближе к этой дате мы еще раз поговорим более подробно об этом. Давайте продолжим играть следующий вопрос нашим слушателям от вас, Анна Владимировна. Где родился Виктор Михайлович Воснецов? То есть населенный пункт назвать? Да. Или будет достаточно Вятская губерния? Нет, надо поуточнить. Ты что, хотел сам присполучить? Хорошо, 211-101, но сегодня не слишком сложные. Ну, простые даже вопросы. Ну, как видишь, даже в самых простых вопросах всегда есть чуть-чуть. Мы с Виктором Михайловичем земляки, я сейчас подскажу. Ну, конечно, сразу после этого люди стали звонить. Конечно, все знают, где родился ты, да? Алло, добрый день, как вас зовут? Добрый день. Да, как зовут? Как вас зовут? Константин. А, да. Ну, ваш ответ, где родился Виктор Михайлович? Селу Лапьев. Да. Уржунского. Уржунского. Уржунского района. Да, это правильный ответ. Да, да. Пожалуйста, выбирайте приз. Галерея Прогресса. Галерея Прогресса. Выставка материнства о дикой природе, да? Выставка, да? Да, да. Отлично, не кладите, пожалуйста, трубку. Следующий вопрос готов задать. Нам надо еще напомнить. А, да. Михаил, который звонил в первой нашей половинке передачи и победил, задал вопрос. Дал правильный ответ, победил. Позвоните, пожалуйста, нам еще раз, потому что вы как-то вот... Но чуть-чуть повремените со своим звонком. Через пять минут после того, как мы завершим. Не забудьте просто связаться с нашей радиостанцией, чтобы понять, как вы получите свой приз, потому что иначе вы его как бы еще пока не получите. А приз закрытый пока с секретного досья, напоминаю. Да, да, да. Итак. Вот. Мой вопрос снова музыкальный, снова про того же Билла Хейли, и снова попрошу маленький фрагментик включить. Билл Хейли уступал с группой. У этой группы было очень много разных названий, как только она не называлась, пока один из менеджеров не заметил, да, такую интересную штучку и дал название Билл Хейли и кометы. Так вот, вопрос такой. Что именно заметил менеджер? Первый вопрос, что фамилия Хейли совпадает с фамилией знаменитого астронома. Второй вариант ответа. Он посмотрел на Хейли и сказал, что он похож лицом на пришельца. Ну и третий самый простой. Билл Хейли просто с детства мечтал лететь в космос, на комету, может, кого-нибудь или что-то еще. С детства. Да, то есть... Родился он в 25-м году. Да, родился в 25-м году. Хотя все считают, что в 27-м он молодился, потому что исполнитель Рокон-Ролл должен был быть более молодым человеком. Итак, зачем же он назвал свою группу кометы, почему именно? То есть, потому что у него фамилия совпадает с фамилией знаменитого астронома, которого мы все знаем. Либо он похож лицом на пришельца, либо он, так сказать, с детства просто хотел летать в космос. Я по-прежнему продолжаю разглядывать фотографии Билла Хейли в Википедии, у меня уже созрел свой вариант ответа. То есть ты так подсказываешь, да? Ясно. У нас есть желающие ответить на этот вопрос. Добрый день. Да-да. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Светлана. Светлана летать, я думаю. Ну, мы, как всегда, первый вопрос оставляем, первый ответ оставляем за кадром. Это наша слушательница Светлана. Да, Светлана. Ну, она впадает тогда. Ну, Господи. Мы все в детстве знаем про такую комету Галлея. Мы все ее учили, да? Комета Галлея летает. Это усиливание астрономии для 10-го класса, когда еще астрономия была в школах. Дело в том, что фамилия Галлея и фамилия Хейли, она пишется по-английски абсолютно одинаково. Просто мы так вот традиционно, он старый ученый, мы его Галлеей пишем. А этот уже современный, мы его Хейли пишем. Плюс они одинаковы. Конечно. И у него сначала называлось, что Билл Хейли и его комета. А потом уже сделали просто Билл Хейли. А я бы ответил, он похож на инопланетяне. Он, кстати, смахивает. У него с чем-то есть нестандартное лицо, тем более слеп на один голос еще. Ну да, такой странный взгляд у него довольно-таки, да. Ну что ж, давайте выбирать приз. А у вас куда осталось? На Спасскую или в Театр Кукол? У нас есть и туда, и туда. И туда, и туда. И в Драмтеатр у нас еще есть. 11 февраля. Все можно или как прожить без взрослых. Да, это детский фильм. А, сегодня можете пойти, Светлана, Тайный ремесла в 6 часов вечера. Музыкально-поэтическое представление. Не Драмтеатр, а Театр на Спасской. 3 марта, 3 марта, гудбай, Берлин. Давайте. Премьера, да, прекрасная. Все, отлично. Ну что, давайте песни ваши завершим. Уж тогда культ поход. Напоминаю, что в честь Дня гражданской авиации мы сегодня тут можем исполнять песни, посвященные небу, авиации, пилотам, бортпроводницам, бортпроводникам. Дозвоните с 10-11-101, исполните нам немножко. И вы выберете тот приз, который у нас еще есть. А есть у нас их еще очень даже немало. И одной книжки сегодня не разыграли. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, книжки хороши, да. Да, на 211-101. Я бы сам спел за такую. Ждем 10 секунд. Возьмите. Воспользуйтесь, вернее, такой возможностью. Исполнить на весь город на волнах нашей радиостанции. И выбрать тот приз, который вам больше всего нравится. И мы вам в придачу можем, кстати, еще и второй приз дать. Сейчас у меня мысль родилась, потому что их у нас еще много, неразыгранных-то. А, Николай? В общем, старайтесь, пойте. Сейчас два приза за творческий номер сейчас у нас будет. Олег, слушай, сразу звонят. Да, как вас зовут? И сразу песня. Добрый день. Меня зовут Олег. Олег, да, да. Это ваше не первое уже выступление, да? Под крылом самолета о чем-то поет. А давайте еще одну, и тогда законно получите призы. Стюардесса по имени Жанна. Обожаем и желанна. Ангел мой внеземной. И повсюду со мной стюардесса по имени Жанна. Все, теперь у вас полное законное право два приза у нас забрать. Что хотите? Если можно, на 14 число на показ короткометражек. К сожалению, мы уже разыграли. Мы не разыграли короткометражки в галерее прогресса. А, галерее прогресса. Хорошо, все, галерее прогресса. Я думал, закрытый показ. Нет, нет, нет. Короткометражки итальянские прекрасные совершенно. И еще, Олег, один приз. В день всех влюбленных, тем более. А, еще, если можно, то книжку. Книжку какую? Какую? Люди Мира. Город Брежнев. И посмотрите на меня, Павел Басинский. Люди Мира – это русское научное зарубежье. Я бы поностальгировал и город Брежнев, конечно, взял. А я бы взял русское научное зарубежье. Давайте первую. Это какую? Русское научное зарубежье. Да, да, да. Люди Мира. История 30 российских ученых, которые по каким-то причинам уехали жить за границы своей родины. Это книга ваша. Все, спасибо. Николай Трубович вам расскажет, как ее получить. Спасибо, поздравляем вас и благодарим нашу гостю Анна Шакина, директора Вятского художественного музея имени Воснецовых. Увидимся еще в нашей студии. Безусловно, проинформируем наших слушателей. Всего доброго. Я не прощаюсь. До встречи в программе «Сделанной в Вятке» через 20 минут. А я появлюсь в понедельник. Культ поход